Открытая студия Первого Ярославского продолжает свою работу на дне промышленности. Я представляю нашего следующего гостя. Это Евгений Завитухин, руководитель предприятия «Ангстрем». Евгений Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. На дне промышленности принято говорить об успехах предприятия. Каких успехов «Ангстрем» достиг в этом уходящем финансовом году? Я всегда говорю, что самое главное для коммерческой компании – это, естественно, в первую очередь коммерческие успехи. То есть, соответственно, это увеличение оборотки и увеличение прибыли компании. Вот по этому критерию можно оценивать, насколько успешен прошел финансовый или вообще год для предприятия. Если бы мы были какой-нибудь институционной компанией, то другие, может быть, какие-то критерии. Но здесь самым главным, естественно, является, кто бы что ни говорил, какие бы системы новые не внедряли, что бы ни строили, самое главное – это прибыль компании. По ней оценивается результат действий. Мы каждый год примерно увеличиваемся на 30-40% по оборотке. И, соответственно, пропорционально прибыли. В этот год, несмотря на сложное время, был не исключение. То есть, мы увеличились по всем направлениям где-то на 35-37%. Посмотрим к концу года, что получится. Как именно на дне промышленности вас отметили? Расскажите о награде, которую вы получили. Хочется, во-первых, поблагодарить правительство области за возможность участвовать было в этом рейтинге. Очень приятно. В целом, по определенным критериям, также оценили компании и наградили специальной памятной медалью, которая останется надолго. Я думаю, что у нас в красивом где-нибудь месте поставим ее, будем наблюдать. Ну и неплохой тоже новостной повод для нашей компании. Определимся, что такая вот. Сегодня модно говорить о инновационном производстве. В чем именно уникальность оборудования, которое производит «Ангстрем»? Вся продукция, которая произведена заводом «Ангстрем», это наши разработки. То есть, это разработки нашего конструкторского бюро. И в целом, все продукты, которые мы делаем тем или иным образом, они инновационные. Мы не имеем права очень сильно залезать в инновационность или в научную деятельность, потому что мы должны это очень быстро все коммерциализировать. К сожалению, может быть, нам и хотелось бы позаниматься иногда какими-то там лабораторными изысканиями, научными исследованиями, но нам нужно сделать продукт, понять, что он необходим рынку и внедрять его, соответственно, на рынок. Поэтому вся продукция инновационная. Иногда мы используем самые современные технологии, объединяем их в одно, и у нас получается свой инновационный продукт. Еще один модный тренд – это социальная ответственность бизнеса. Как в этом направлении вы действуете? У нас, в принципе, компания социально ответственная. Несмотря на, если не брать даже в учет этот год, да, этот год был особенный, тяжелый для некоторых отраслей медицины, и мы, естественно, присоединялись вместе с другими корпорациями, с другими компаниями к закупке дополнительного медицинского оборудования, защитных масок. То есть мы тоже участвовали во всех этих процессах, тоже нас отмечали, что нашу активность в этих мероприятиях. Но в целом мы и до этого были спонсорами различных социальных и спортивных мероприятий, и там в марафонах участвуем, и спонсором мероприятий, которые направлены исключительно на социальную поддержку в нашем регионе. И, в принципе, помогаем, выбрали определенные фонды, с которыми мы сотрудничаем, их проверили, аккредитовали внутренне, и, соответственно, отчисляем тоже туда определенные суммы денег. Но действуем, всегда стараемся действовать только в рамках нашего региона. Звонит очень большое количество людей, но нам приходится говорить, что в вашем регионе есть, наверное, тоже предприниматели, которые должны помогать вашему региону, а мы помогаем здесь. У нас хватает проблем. Кому, в первую очередь, интересна ваша продукция, и какова география распространения? У нас два таких основных направления работы завода. То есть, если говорить о энергетике, то у всех, у кого есть кабельное хозяйство на балансе, то есть есть кабели, которые расположены под землей или над землей, тем или иным образом используют наше оборудование. То есть у нас в России это миллионы километров, которые закопаны под землей, которые необходимо каждый год обследовать, ремонтировать и вводить в эксплуатацию новые кабели. А география нашего распространения – это, ну, пока это Россия и СНГ. То есть на европейские куда-то, на азиатские рынки мы пока не выходим. То есть как только мы, наверное, займем Россию и СНГ долю порядка 30%, будем думать о дальнейшем развитии и выхода на новые рынки. И продолжая разговор о продукции, вот в 2016 году ваше предприятие стало разрабатывать первые цифровые электролаборатории. Что это такое и где они используются? Ну, сейчас вообще очень тоже модно говорить о цифровизации различных вещей. И, соответственно, наша отрасль, она тоже, это не исключение. То есть если раньше электротехнические лаборатории были с ручным управлением, это большой пульт, где много различных всяких кнопочек, переключателей, то сейчас управление идет с помощью центрального компьютера, который подвязывается, в свою очередь, контроллеру, который управляет уже всеми системами. Что это дает? Ну, естественно, дает полный мониторинг всех действий оператора, которые непосредственно работают над этим кабелем. Удаленную работу, то есть можно с мобильного телефона внедрять, чтобы можно было управлять некоторыми функциями лаборатории. Это удобно при топографических методах обнаружения дефекта. Ну и в целом это современно, и сейчас все больше молодежи приходит отрасль энергетики, а им гораздо более, наверное, привычнее уже работать с компьютерами, чем с какими-то непонятными рычажками и кнопочками. Они с этим уже выросли, и им очень легко и просто это осваивать. Можете поделиться планами на развитие в будущем году, чем будет заниматься компания? У нас сформулирован такой стратегический план развития компании, ну, по крайней мере, на ближайшие пять лет. И в целом мы всегда следуем этому плану, иногда корректируем его, но в целом мы год за годом потихонечку идем к намеченной цели. То есть в этом году, как и планировалось, у нас была эта покупка стройплощадки, мы очень долго выбирали, чтобы стройплощадка была, транспортная развязка в первую очередь была хорошая, чтобы рабочие могли, сотрудники добираться до предприятия. Это все коммуникационные узлы, то есть там газификация, канализация, водоснабжение, то есть все, чтобы было, хватило лимитов на наше производство. Мы нашли, и в этом году уже, в принципе, два корпуса на этой площадке, я надеюсь, что мы сдадим. Вот, всего будет насчитываться пять производственных корпусов, и в течение, там, четырех лет мы закончим всю. То есть это будут дополнительные и рабочие места, и, соответственно, дополнительное направление деятельности нашей компании. Спасибо, Евгений Владимирович. Ну, а я напоминаю то, что гостем открытой студии первого Ярославского на дне промышленности стал Евгений Завитухин, руководитель предприятия «Ангстрем» в студии. Для вас работал Андрей Децелий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова